Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня хочу вам показать мою избранную партию с кандидатом мастера из подмосковного города Кашира Павлом Поповым. Джаж 4, обязательный ход, такая жеребьевка нам выпала в партии. И вот здесь я меняюсь в центр. Дебют называется отказанная игра Петрова. Ну естественно белым нельзя играть hg3, потому что черные играют ed4 и как бы белые не били, черные остаются с лишней шашкой. Поэтому Паша сыграл в партии ab4. Вот здесь обычно игра от hg7, но я предпочитаю играть ef4. Чтобы на ход fe3 получить более лучшую гамбитную позицию. Допустим bc5 и у белых проблемы. Например, возможно такая ловушка cd4, hg7, горжу напасть, надо уходить. Теперь белые грозят отдать шашку и отыграть ее. Поэтому играем ab6, допустим bc3, играем gf6, допустим hg3 и b5. И вот здесь, например, нельзя играть gf4. Черные проводят не сложную, но симпатичную комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Играем ab2, затем d5 и наносим удар на поле c1 с выигрышем. Поэтому в этой позиции лучше, конечно, играть сразу же белым b5. Когда играем hg7, укрепляя шашку f4. Видите, у белых три нападения, у нас только две защиты. Но мы нападения здесь не боимся. Потому что можем защитить шашку с помощью так называемого удара по затылку. И у белых неприятная позиция, потому что очень слабая шашка a5. Черных преимуществ. Поэтому в этой позиции паша сыграл b3. Здесь я играю bc5. Снова плохо играть f3, потому что ab6, cd4 и опять шашка на a5 застряла. Поэтому белые в этой позиции сыграли cb4. Вот здесь обычная игра gf6, но у черных есть очень сильное продолжение g6. Система гроссмейстера Юрия Кириллова. На что рассчитан этот ход? Если белые нападают fg3, тогда меняемся ab6. Размен 3 на 3, наш любимый тройной одеколон. И видите, рано или поздно белые разменяют шашку f4. Но за счет того, что мы в свое время сыграли h6 именно, не на f6, а на h6. Теперь мы можем снова занять вот это тычковое поле. И, допустим, gf2 уже проигрывает окончательно. Играем bc5. Ну и здесь, возможно, очень красивое завершение партии от гроссмейстера Косенко. Смотрите, пусть има b2, ef6, ed2, bc7, bc3, fg7. Белые думают, что это ничья. Нападают, надо закрываться. И играют cd4. То есть, видите, если играть просто cb6, то белые проводят комбинацию. И это ничья. Вроде бы кажется, но ничья неизбежна. Как тут выиграть? На самом деле, в этой позиции черные проводят красивую жертву и побеждают. Тоже поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за черных. Очень необычная, такая самобытная жертва гроссмейстера Косенко. cb4 и f6. Создается парадоксальное положение. У белых центр лишняя шашка, но это проигрыш. Я не знаю, как это объяснить. Вот, друзья, просто надо некоторые позиции считать. По-другому не скажешь. cb6, допустим, dc5. Играем fe5. Ну и белым приходится отдавать еще две шашки. Ну и такое положение, конечно, за черных легко выйдет. Вот такие варианты я знал в этой позиции. Поэтому сыграл g6. Теперь, допустим, плохо тоже играть d3 за белых. Потому что у черных большое преимущество. Играем ef6. Ну, допустим, ab2. Допустим, fg7. Нет, прошу прощения. Тут hg3 лучше играть. Тогда fg5. Грозим поставить тычок, поэтому надо закрываться. Тогда fg7. ab2 gf6. bc3, gh4. А здесь, конечно, правильно играть только gh2. Тоже парадоксальный ход. После него выигрыша у черных нет. Например, рассмотрим партию двух международных гроссмейстеров, двух чемпионов мира. Юрия Королева и Сергея Белошева. fg5, cd4. Побили, побили. d e7. Белый играет dc3. Черные меняются. И белые бьют назад. Черные активизируют отсталую шашку. Так, допустим, fe3, cd6, ed2, bc7, dc3, cb4. И вот в этом положении белые могут провести небольшой разменный вариант, очень красивый, и форсировать ничью. cd4. Затем отдают еще одну шашку fg3. Затем еще одну. fg5. И наносит решающий удар. dc5. Отдали четыре шашки, забрали четыре шашки. И это ничья. Потом, друзья, по сути, одна из единственных ничей, которую надо знать. Ничьих, которую надо знать в этой позиции. Ну, sh2 тоже ход такой парадоксальный. Надо понимать эту позицию. А, допустим, напрашивающийся ход cd4 здесь красиво проигрывает. Играем fg5 и создается известное симметричное положение, в котором начинающий проигрывает. Здесь есть два хода, ed2 и ed4. Ну, давайте рассмотрим оба. После ed4 черные легко побеждают, поставив так называемый рожон. Ставим рожон на поле c3. Ну, и здесь легко выигранное положение. Сильнейшее сопротивление за белых сыграть b7, допустим, dc7. Идем в дамки. Ставим дамку. Ну, и здесь два хода. Если белый играет cb6, тогда отходим. И никогда нет хода bc7, потому что идет размен. Ну, и все, легко побеждаем. Белым остается только сдаться. Если же белый жертвует шашку, пытается прорваться в дамки, уходим дамкой на f6, не даем сыграть d7, приходится жертвовать шашку. Белые ставят дамку, нападают сразу же на две шашки. Здесь надо отойти. И после второго нападения еще раз отойти. Белые еще надеются на ничью, нападают. Но здесь их ждет горькое разочарование. Проводим небольшую комбинацию. Играем bc3 и fg5. И дамка белых попадает в так называемую петлю. Черные побеждают. Такой техничный выигрыш. Также в этой позиции, кроме хода ed4, возможен ход ed2. Тогда побеждаем здесь таким образом. de5 приходится бить в эту сторону. Ну, и тут есть два хода. ed4 и dc3. Если белые играют ed4, тогда идем. gf4 и грозим пройти в дамке. Поэтому приходится играть gh2. Тогда играем в этой позиции b7. Не давая хода dc5 из-за cb6. Ну, здесь возможно также такое интересное продолжение. fc3 закрываемся. Приходится меняться. Тогда gf4. Допустим, ed2. Пока в дамки идти нельзя. Из-за хода de5. Играем ef6. Ну, и на единственный ход dc3 уже идем в дамки. Допустим, cb6. Идем в дамки. Допустим, отдали шашку. Пошли cd6. Можно просто напасть. Ну, и когда белые закрываются. Единственный ход. Отдали одну шашку и забрали две. С выигрышем. Также в этой позиции был возможен ход bc5. Вместо размена dc3. Тогда играем cb6. Ну, и белым, видите, некуда ходить. То есть приходится играть ab4. Тогда нападаем. Ну, и это проигрыш. Позиция белых разрушается, как карточный домик. Так, теперь рассмотрим в этой позиции ход dc3. Тогда черные играют gf4 и снова грозит обычный ход fg3. И черные хотят пройти в дамки. Тут есть два варианта. Если белые меняются сразу же назад, тогда играем hg3. Ну, и нет нападения gh2 из-за небольшого ударчика. ed6 и dc5. Вот именно за счет этого удара черные побеждают в этом варианте. Также плохо в этой позиции играть gh2. Тогда играем ed6. Ну, и снова после размена вынужденного опять выигрывает этот ударчик. То есть, друзья, выяснили. Вот запомните эту позицию. Начинающие всегда проигрывают. В партии с Павлом Поповым у нас был ход ab2. Я играю ef6. Вот здесь, в принципе, белые еще могли бороться за уравнение, сыграв fg3. Ну, и у меня было два хода. Либо fe5 играть, либо fg7. И меняться на d4. С интересной игрой. Ну, у белых все-таки позиция неприятная. Видите, пассивный бортовой треугольник. Плюс шашка b2 застряла. У меня, конечно, тоже шашка a7 застряла. Но мощный центр. Поэтому положение черных здесь более перспективное. В этой позиции Паша сыграл fe3. Я решил закрыться. Паша сыграл gf2. И я разменялся назад. Белые хотят активизироваться. И играют hg3. Выводят отсталую шашку h2. Но здесь у черных есть очень сильное продолжение. Подумайте, как бы вы сыграли в этой позиции. Я сыграл fg5. Стоит угроза d5. И черные грозят пройти в дамки. У белых есть три продолжения. gh4, fe3 и de3. Значит, fe3 проигрывает из-за ударчика. Играем cb6. Затем gh4. Видите, отдали три шашки. И забираем три. Следующим ходом откидаем шашку d6. Ржон здесь слабый за белых. И легко побеждаем. В этой позиции можно было бороться еще за ничью после хода de3. Но все равно положение белых очень неприятное. Допустим, gf4. Бой. 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 hg5. Ну, здесь к ничей, по-моему, все-таки ведет bc3 или ab4. Еще можно бороться за ничью. Но хотя у черных огромное преимущество. А допустим, fg3 тоже проигрывает из-за небольшого ударчика. ef4, ab6. Размен 3 на 3, наш любимый тройной одеколон. Играем gf4 и беспрепятственно проходим дамки с вейвершем. В партии паша сыграл gh4. У него уже был цитнот. Он испытывал недостаток времени. И черные в этом положении провели симпатичную комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Комбинация называется стрела. То есть удар по прямой. Играем cd4. Затем dc3. Затем de7. Пропускаем белых дамки. И наносим финальный удар. Видите, удар по прямой. Называется стрела. Ну и мне удалось вот так красиво победить. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество лукасом и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.